поехали итак мы с вами создаем первое я пользуюсь над бинзом мне кажется это зашквар в нем очень простой интуитивный интерфейс и первые три лабы по моему или четыре мы будем делать над бинзе если вы думаете что вам правильнее делать это в идее то делать в идее там тоже это можно сделать чуть больше времени на настройку здесь настраивать ничего не нужно поэтому вот сегодня вы споткнуться вообще не сможете итак важно тут есть два типа которые могут вам подпортить жизнь первое это java обычная java вот мы ее не используем fx мы не используем то что это приложение десктопное мы используем веб и мы не используем java.ee мы используем java.web называем его ну пусть это будет тест 22 20 19 0 10 0 1 о сегодняшней дате здесь среди настроек ничего не меняем но мы можем посмотреть что есть настройках настройки есть такая штука под названием сервер он называется глаз фиш это собственно аппликейшен сервер который и выполняет помните рисовал он довольно абстрактный ерунду про какой-то контейнер какой-то веб-приложение который находится чужом контексте вот веб-сервер глаз фиш это он собственно и есть вот это вот абстракция которая делает так чтобы ваше приложение работало ну фактически на любом сервере на линуксе на 3bsd на mac mini и так далее вот вы напишите это приложение перетащите его куда-нибудь еще и если там есть глаз фиш сравнимой версии compatible то ваше приложение тоже будет работать его немножко нужно будет настроить но это не не является проблемой ну и дальше мы выбираем самый последний версии java enterprise 7 7 можно в принципе на любой там сервлеты уже давно существует и контекстный путь он будет дальше нами использоваться мы пишем это название слышь название проект он сам вставляет идем дальше чекбоксиков не нажимаем до тех пор пока у вас нету лабораторной работы название 55 под названием хайберный мы пропускаем здесь говорим готово у вас чуть подольше будет потому что он говорит что он активирует java se и что-то еще но это довольно быстро проходит и вот у меня есть вот посмотрим на левую часть здесь это обычный джавский проект за исключением того что у него появилась еще папка по названию веб-страницы и вот первая веб-страница это дурайт контент мы здесь напишем hello java enterprise выполним этот файл ну и получим автоматически запускаю его правой кнопкой выполнить файл для того чтобы точно быть уверенным что я запускаю этот файл который мне нужен потому что помните когда я нажимаю эту зеленую стрелочку он запускает на самом деле файл который указан дефолтом в этом проекте и это может ну сыграть злую шутку и так он говорит что он запустил свое первое моё первое приложение иногда нельзя назвать но мой первый скрипт и я хочу посмотреть что это за скрипт я посмотрю на у всех получилось эта штука правая кнопка посмотрит html кода и он показывает что вот эта вот штука hello java enterprise и удивительным образом это похоже на то что вот здесь нарисовал правда нам это не очень интересно мы конечно вернемся к этой html ки чуть попозже но нам интереснее посмотреть в пакет исходных кодов мы создаем здесь нам нужно здесь пакет java пусть он будет тест и в этом тестовом пакете мы создаем никого бы вы думали сервлет бинга и я называю его но пусть будет новый сервлет 1 2 не важно как он называется на самом деле вот из коробки все будет работать там просто нажимаю кнопочку next next вот здесь важно не менее ничего не меняйте вот этот new сервлет важная штука потому что именно по нему будем обращаться к нему как скрипту из снаружи я нажал кнопочку создать и он у меня появился вот вот такой огромный класс у него есть и импорты у него есть extends http сервлет помните говорю что вот hello world java enterprise это вот сервлет который extended степи сервлет но у него еще есть такая штука как некие дополнительные аннотации и прямо перед классом как вы думаете для чего это нужно да это совершенно верно это то как этот сервлет будет виден снаружи то есть вы его запаковываете внутрь контейнера а наружу вы должны предоставить какой-то дергалку какой-то api он в народе называется ручкой интерфейсом и пиаем как к этому сервлету можно будет доступиться как через браузер что написать браузере чтобы этот сервлет заработал мы ничего здесь не меняем я только сворачиваю комментарий комментарий стандартный из процесс реквеста на самом деле процесс реквеста не что иное как агрегатор для дугета и дупоста и он содержит в себе два параметра наших замечательных реквест из которого мы вытаскиваем контекст пас на самом деле мы из него должны будем вытащить эти переменные ну а все остальное это обычный жаловский код он просто в response get writer делает и после этого туда записывает одну строчку с другой которая если прищурится очень сильно напоминает html почему-то никто не знает почему но так получается это было шутка если что а если развернуть это вот еще то мы мы увидим дугет мы увидим дупост и еще загадочный метод под названием get servlet info который возвращает не менее загадочные словосочетания short description это штука которая и носит некоторую сервисную нагрузку она позволяет узнать что это за servlet по сервлета может быть версия может быть автор может быть релиз дэйт и так далее то есть какая-то дополнительная мета информация которая функциональность servlet меняет но позволяет узнать что это сервлета кому это может быть нужно это нужно как правило тем кто эти сервлеты разворачивает и хочет узнать то ли версии servlet который нужно или не той эту штуку мы обратно сфолдим и теперь посмотрим вот сюда если кого-то вот со строчки 40 со строчки 37 до строчки 45 что-то удивительное что он никогда раньше не видел тэг html я почти уверен все видели head body вы точно наверняка видели h1 это просто заголовок для уровня вложенности текста или как-то обозвать заголовок первого уровня да ну и закрывающиеся теги они все парные ну эти теги парни есть непарные теги и правая кнопка это выполнить он говорит где разворачивать сервлет я говорю разворачивай его там где ты считаешь нужным и вот он показывает не работы для сервлета что он на самом деле не показал он написал на имя сервлета 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 сервер сервлета если 2 по такому-то контексту контекст пас это то где этот сервлет сейчас задеплоен но имя сервлета у нас обратите внимание вот сюда вот и сервлет 2 по адресу тест 2019 на 10 0 1 как он построен очень просто это название проекта плюс имя класса с этим вы еще некоторое время помучаетесь но после того научитесь работать с данным типом контейнеров вы уже будете довольно легко ориентироваться куда куда уходит ваш запрос но теперь вопрос такой кто из вас чувствует себя прямо очень крутым кто может помочь мне написать форму которая содержит два поля первое текстовая а второе садми видимо они вырубаем из из разговоров и так html форма это ну рендерится браузерами как последовательность каких-то элементов управления первое из этих элементов будет текстовое поле текст html форм example он покажите мне что-нибудь я хочу еще одну штуку я хочу вот так но давайте попробуем подиктовку раз что-то не было сильно много выкликов и так первый так это форма потом у нас есть action в action если я правильно помню нужно не все рулет 2 написать так форма закончился потом в этой форме у меня должен быть input type текст ну вот так вот возьмем его ну и так submit и так я взял тип текст текстовое поле пусть это будет не властный юзерный вылью нанимаус никакой пусть будет плохо андрей по дефолту берем и так а можно сейчас момент было 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 момент сейчас сейчас есть где-то было было редактор редактор история как выбери черт убери окно оплатка нет ура так стать стать шаблон коза и те совершения ну вы задаете вопросы где это внешний вид группы разные вот они шишки цвета все я наконец-то это нашел 24 банс 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 победа полегче что-то как-то не сильно до часто стали так где-то было где-то было параметры шифты цвет эффекты ладно вот так попали итак мы теперь передаем в new servlet по кнопочке submit два параметра один из них юзернейм другой будет а без нейма даже да не помню можно ли его оттуда вытащить ну неважно у нас появилась эта формочка замечательная loadjava enterprise это я тоже написал да зачем-то и я сюда напишу андрей дмитрий как вы думаете он обработает сервлет он ничего не делает он вызывается но к сожалению ничего не делает наша задача с вами теперь вроде как мы из формы пробросили выбросили информацию теперь нам нужно эту информацию в этом сервлете получить так и это делается мы идем в реквест нет параметр и по строчке пардон прямо как как хардкорные программисты вытаскиваем кто же это был то юзернейм ну и этого юзернейм нужно куда-то присвоить стринг юзернейм я завожу переменную на джаве она называется юзернейм извините из реквеста беру get параметром метод get параметра реквеста и передаю ему имя переменной которую я ожидаю получить в запросе get вот таким вот образом я потрошу запрос get теперь я должен в переменную переменную юзернейм получить андрей дмитриев если я привел туда андрей дмитриев уже на этапе работы программы но я хочу убрать этот get context пас и добавить сюда переменную юзернейм и добавить сюда восклицательный знак и конечно же просто написать hello hello чтобы он приветствовал андрея дмитриева так control с поехали сюда еще раз control запуск андрей ддд submit и он говорит hello андрей ддд все остальные я закрываю нам нужно только вот это поехали усложним у нас есть юзернейм а теперь сделаем с вами офигенную офигенный хак юзернейм связки с чем обычно идет с паролем на пароль это не секьюрно хранить здесь поэтому я убираю значение я просто паспорт передаем таким образом я два поля перекидываю езернейм плюс паспорт успеваете ребят сзади там сидите нормально успеваете скопировал просто строчку и передаю ее сейчас сервлета в сервлете я хочу получить первая строчка была зерней вроде бы ее умеем передавать вторая строчка пароль переключаешь на сервлета 2 на джавовский код поднимаясь выше к той переменной помните юзернейм который завел копирую я говорю что этот и паспорт из параметра вытаскиваю не юзернейм а паспорт вот как-то так и второй строчкой ниже hello your password да вообще я сегодня нарушаю все известные границы и все не сервлете я добавил еще одну строчку где логу и просто вот ввожу на экран пробуем запустить наш нашу форму теперь я андрей и и паспорт у меня один два три четыре пять шесть семь он конечно же видим здесь что сейчас мы наверное захотим исправить правда же вы же поможете мне исправить submit и он говорит вот hello андрей твое имя такое то твой пароль был введен вот таким я решаю задачу синтетическую я из формочки из аштемельной пользовательские данные ловлю в сервлете что с этим сервлете я могу с этими данными делать но фактически все что угодно я могу проверить что его пароль захеширован и хранится в нашей базе данных составляется один к одному я могу добавить его базу данных я могу по его запросу показать какой-то результат выборки из базы данных то здесь у меня будет селик звездочка from база данных где все вхождения лайк строчка которую он вел ну например всех котиков или всех собачек это самое важное то есть я получается с фронт-энда вот здесь из html получил запрос в бэкэнд так я буду смотреть что у вас получилось так давайте быстрее и Видите, он на самом деле вам показал правду, а это потому что вы в форме не указали им параметры. Миссер Блетт, а ваш серблет называется Миссер Блетт Горшебук. Ну, как так? Одно неловкое нажатие. А где? Ну где? Роуз. Да, теперь нормально. Ну что, все нормально? А, нормально. Просто вот стримфидер можно прикрывать, как параметры. Ну это как называется параметры? В интернете? По ней нет. Какая-то сошка. Не знаю, что. Что-то не было замок. Не знаю. Не знаю. Ну делится это как же. Нет параметры. Не знаю. Не знаю, только надо. Не знаю. Это как новый вид. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Спасибо. Спасибо. Большинство из вас осилили NFT 0, но они победили сервлет. два важных момента строчки ниже ну ниже и спонсит контент пишем две строки стрихи зерны я вижу что издали видно как вы думаете я хорошо печатаю контру пробел да там надо нажать кнопочку одну потом так получили телеге просто вам там реально плохо видно я прошелся вам нужно взять переменную я назвал и юзерным и из реквеста вытащил параметром юзерный html потом сделал то же самое с паспортом а потом эти переменные верным и паспорт просто использовал видео html ну в ходе html вот здесь все до перемены звели ну это строчка соединенные вы съели все мои конфетки ну что на этой замечательной ноте я предлагаю сегодня закончить я вижу что кому-то было тяжеловато далеко давайте попробуем следующий раз как-то я не знаю что с этим делать ну нормас так резюме сегодня мы с вами познакомились с сервлетами я рассказал что такое enterprise разработка надеюсь никого не отпугнул сегодня многие из вас делали hello world на java и я сервлет написали первый и настроили интеграцию вас простенькой совершенно простенькой формочки формочку вы тоже мне помогли сделать правда же сегодня были прям совсем сонные видимо лето прошло очень хорошо поднимите руку кто не доделал кому нужно еще буквально три минуты чтобы доделать так я я вас не отпускаю пока не делаете все кто доделал с богом уходят но смотрите домашка вы сегодня задали вопрос можно ли сделать так чтобы получить вообще допуск но не этот короче чтобы вообще я вас не парил можно делать лабы но прежде чем вы будете делать лабы вы удостоверите что это лабы делать там есть лабы которые я не хочу чтобы вы делали они могут быть узнаватым вам точно нужно будет делать джей спешку следующего нужно будет точно делать сейчас я скажу джей спешку сервлет веб-сервис хайбер нейт потом вам нужно сделать эти финки rest application можно начинать на самом деле как это ни странно эти лабы проще я опять же напомню что они проще чем java съешь не лап ваш потому что в джава сешных лапах вам нужно было делать еще придумать алгоритм решения а здесь вам нужно просто повторять сделать так чтобы у вас но не было ошибок не печатать не сервлет с маленькой буквы нажимать кнопочку только после удостоверили что никаких чайбоксов не забыли нажать так далее потому что цена ошибки на офигенно большая вот вы не нажали кнопочку подключить хайбер нейт например на этапе построения проекта а потом у вас какие-нибудь вещи не будут работать и диагностировать это но очень тяжело поэтому чем меньше вы ошибаетесь чем меньше вы придумываете креатива тем лучше вот первые лабы пробуйте делать так чтобы они просто заработали в течение 15 минут они должны вас заработать следующий раз вы придете уже с джей спешкой и веб-сервисом веб-сервис я тоже настоятельно рекомендую делать в бинсе потому что у него там их специальных ну специальная штука для того чтобы его протестировать иначе ну как вы будете смотреть что он там возвращает он генерирует вам специальную стабов скую страничку вы доводите значение и так далее потом еще важный момент следующее задание ну вот вы сделали через пишку обычно а потом вам нужно то подцепить базу данных пробуйте подцеплять эту базу данных так как вы вы помните какой-то делали на джава ска и нажав занятий если у вас не получится ничего страшного вы это все равно сделаете когда будете хайбер туда интегрировать там задание очень похоже то есть покажите мне что вас сервис заработал что вы там что-то умеете процессе эти данные хоть даже из файла пусть это будет это уже достаточно потому что вам нужно сейчас отработать вас навыки интеграции разных можно сказать скажем очень не нативных друг другу компонентов ну как-то так если опять же тезис мой если вы видите что 15 минут вы не продвигаетесь и непонятно вообще куда вы уперлись то вы либо двигаетесь дальше по лабораторным работам там теория прям написано перед каждой лобой там есть теоретическая ставка вы читаете и читаете что я вот своим голосом как бы эту ставку он читаю и не ждите меня потому что я может быть эту тему буду рассказывать не на следующей лекции через двери а вы будете ждать очень приятно так я пошел принимать последние лабораторные работы а все кто стал лабы всем всем до свидания увидимся восторг ваш источник остался на